Привет мои лунные котята! А если вы еще не добавили семью лунных котиков, подписываемся, нажимаем на колокольчик и не забываем поставить лайк этому видео. Тема сегодняшнего ролика будет Пасха. По православному календарю Пасха будет в это воскресенье. Но откуда вообще возник этот праздник? Что вообще такое Пасха и почему? История настолько разные, католическая Пасха уже прошла, православная только наступает. Собрав кучу разной интересной информации, решила поделиться с вами. И также будет очень интересная даже традиция, которую даже я не знала об украинской куске. Так что слушаем и смотрим ролик до конца. И чтобы вам было более захватывающе и приятно смотреть и слушать данный ролик, на видео у вас не базово, а прекрасные пушистики. У меня уже возникла традиция кормить пушистиков. Кошки уже меня знают, видя меня уже бегут, знают, что их покормят вкусненько. Так что это такой маленький бонус кота терапии. Напишите в комментариях, кормите вы или животных, может кошек, может собак. Если у вас в городе такие места, где можно покормить кожу, возможно, может есть какие-то заведения. Будет очень интересно об этом узнать. А мы начинаем сегодняшний ролик в интересных историях Пасхи. Кто такой пасхальный кролик? Пасхальный кролик, он же заяц, является символом весеннего праздника у западных крестьян или католиков. Ученые утверждают, что первые упоминания о пушастике мы можем найти в языческих легендах. Согласно одной из них, богиня весны Остра нашла в лесу раненую птицу. И для того, чтобы ее спасти, превратила в кролика. Со странной способностью. Он мог нести яйца, как птица. С тех пор, каждый день весны, пасхальный кролик прячет в саду разукрашенные яйца. А тот, кто их найдет, будет участвовать целый год. Христос воскрес. Знаете, что такое Пасха? Вот сейчас будут люди праздновать. Я вам скажу, что Пасха это не куличи и яйца раз в году. Настоящая Пасха это переход из проклятия в благословение. Что хочется сказать. Первая Пасха, которую совершил Моисей, она была с помощью крови животных, которые обмазывали косяки дверей, чтобы ангел-губитель прошел мимо. И люди вышли из рабства в свободу, здоровые, богатые. А мы живем в Новом Завете. И мы должны Пасху тоже праздновать правильно. Для нас есть спасение Иисус Христос, который заплатил своей кровью, чтобы она была в учет нашего спасения. И это и есть настоящая Пасха, которую мы празднуем каждый день. А ведь в традиции красить яйца и биться ими запечатан глубокий смысл праздника Пасхи. Или, если быть точнее, праздника Пасхет. Какой? Согласно легендам ветвь, примерно 111 813 лет назад некие существа Кащеи захватили спутник Земли Луну Лею, поселились на ней и организовали свое гнездо. Спускались часто на Землю и терроризировали ее жителей. И тогда великий дождь бог, покровитель родов арийских, уничтожил Луну Лею и Кащеев, и пала она на Землю огненными осколками. Из-за падения обломков Луны произошло смещение оси вращения Земли. Вследствие всего этого и начался великий потоп. Кстати, он был описан в Библии, но с большим искажением. В украинской Пасхе есть очень интересная традиция. Называется «Попробовать 12 пасок». В чем же ее суть? В древности, чтобы завести семью и найти того же самого, именно в этот прекрасный праздник, нужно было посетить 12 домов и попробовать там паски. И тем же временем, когда ты хочешь гостям, у гостей есть же также гости, то есть ты знакомишься дополнительными людьми и шанс найти того самого увеличился. Так что вот такие соцсети в древности. В некоторых регионах так и осталось, что нужно в этот прекрасный светлый день попробовать 12 пасок. Напишите, слышали вы о такой интересной традиции. Сегодня о ней я узнала, кстати, впервые. Напишите в комментариях, слышали вы об этой традиции или вы услышали не впервые, как и я. Также будет очень интересно, как именно в вашей семье празднует этот светлый праздник Пасхи. Пишите в комментариях. Все, кто поделится своими традициями об этом празднике, попадут в следующий ролик. Так что буду ждать нестерпением ваших интересных рассказов, как именно в вашей семье празднует праздник Пасхи. Всем хорошего вечера и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...